Такую реакцию у горожан вызывает даже незаконченная работа молодых дизайнеров. Чтобы красавица Селинга проплыла по этой стене, авторам эскиза пришлось обойти 29 конкурентов. Среди них и профессионалы, и школьники. Конкурс проходил почти три месяца. В итоге под Удинским мостом на смену скейтбордистам пришли наши узнаваемые достопримечательности. Здесь и арка, и дацан. По низу символично мы изобразили горы, которые окамляют город наш, реку, облака, конечно, и восходящее солнце, которое символизирует, что у города только еще все начинается. Рассвет стал вдохновением и для выбора цветов. Много фиолетового, голубого и розового. Так, давай сейчас попробуем цвет. Ты зеленый туда. Ага. Вот так. Еще, еще побольше. Еще побольше. 20 студентов факультета дизайна вот уже третий день наносят краски на стену. Сначала здесь появился контур, потом в ход идут широкие кисти, а в завершении все огрехи прорабатывают тоненькой кисточкой. И никакой халтуры. Даже если отойти на 5 метров, то, в принципе, этого не будет заметно. Но если идти по этой дорожке, то это будет заметно. Особенно на уровне глаз. Потому что уже сейчас проезжаем мимо, когда едем на рабочее место. И уже приятно смотреть на стену. Я думаю, что должно получиться красиво. Не устали ли? Нет. Дополнительно. За работу и по сути времени проходят. Художники говорят, что горожане не просто улыбаются и машут, но даже предлагают свою помощь. Однако руководитель проекта настолько переживает за качество готовой картинки, что вынуждена отказывать добровольцам. Но мне повезло. Я могу воспользоваться своим служебным положением и стать частью этой команды. Закончат картину уже сегодня. Следующим же пунктом размещения табора художников-графистов станет стена у советской администрации. Ася Касьянова, Виктор Грановской. Новости дня.